Калатина Фигара с первых нот погрузила зал в особенную атмосферу оперы и классической музыки. Арию сивильского цирюльника из одноименного произведения Джаки Нарассини исполнил Максим Перебейнос. Солист геликона оперы сразу дал понять, что программа этого вечера будет особенной. Зрители станут ее активными участниками. По задумке режиссеров, концерт был представлен в виде спектакля, в котором объединили арии из разных опер. Театр геликона оперы – это в принципе театр действия, театр мобильности какой-то артистов. И любое произведение мы преподносим для зрителя как некий такой ограненный бриллиант, я бы сказал. Потому что просто выйти спеть – это каждый может. А наша задача – еще донести. Гастроли московских артистов в городах присутствия «Росатома» проходят в рамках празднования 75-летия отечественной атомной промышленности. Наша первая часть началась в Челябинской области. Были в Челябинске известные города Снежинск, Озерск и Трехгорный. Попутешествовали там, посмотрели очень достаточно интересные места, природа просто потрясающая. Программа артистов геликона оперы под названием «Пять звезд» – это большие гастроли пяти солистов театра. Они представили зрителям атомных городов арии из известных классических произведений, а также романсы и русские народные песни. Каждый из артистов не просто пел, а на несколько минут перевоплощался в героя арии. Используя лишь голос и пластику, солисты органично переходили от одного образа к другому, погружая зрителей в действия на сцене. Дуэт двух грациозных кошек Майи Барковской и Ольги Спицыной, которым подпевал Дмитрий Пономарев, покорил саровские зрители. Артисты геликон оперы виртуозно исполнили арии из опер зарубежных композиторов, а еще с большей душевностью спели романсы и русские народные песни. Я их люблю с детства. Мне бабушка пела, когда я была маленькая, колыбельная, и она старалась именно русские народные песни мне петь. Они даже были веселые, я все равно засыпала. Концертом в Сарове большие гастроли столичного театра завершились. Артисты вернулись в Москву. В 2020 году геликон опера отметила 30-й день рождения. 31-й театральный сезон начался с важных событий. Впервые после пандемии коронавируса в театр пришли зрители, и впервые на сцене зала Стравинский был представлен спектакль «Каменный гость» Доргомышского.